В апреле этого года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Оно было возбуждено в целях социальной и исторической справедливости устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности. Общеизвестно, что на Пинщине также происходили факты массового уничтожения населения. В Пинском райисполкоме состоялось первое заседание рабочей группы, содействующей раскрытию фактов геноцида. Подробности в нашем материале. По инициативе Пинской межрайонной прокуратуры при Пинском райисполкоме создана рабочая группа, содействующая раскрытию фактов геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В состав группы вошли представители районной вертикали власти, отделы идеологической работы, управления по образованию, председатели сельских советов, ветеранской организации, профсоюзов. На данном этапе деятельность рабочей группы заключается в оказании помощи правоохранительным органам, направленной в выявлении и фиксации фактов в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Выступая на первом заседании рабочей группы, Пинский межрайонный прокурор Дмитрий Поздняк отметил, что нацизм и геноцид не имеют срока давности, виновные должны быть привлечены к ответственности. В начале Генеральной прокуратуры уголовный процесс по расследованию фактов геноцида направлен на установление всех фактов совершения нацистскими преступниками, их соучастниками, преступными формированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории бывшей БССР, массовых убийств, мирного населения, проведения карательных операций, издевательств и пыток в концлагерях и других фактов геноцида белорусского народа. Особого внимания заслуживают факты участия в геноциде бандформирований из числа фашистских приспешников, таких как латвийские коллаборационистские формирования и формирование так называемой армии Краева, литовские батальоны полиции, организации украинских экстремистов, действовавших на территории Беларуси и терроризировавших местное население. Сегодня проводится масштабное расследование геноцида граждан БССР. По словам межрайонного прокурора, более 4 тысяч живых свидетелей на территории Республики Беларусь уже допрошены. В Пинском регионе также установлены факты уничтожения мирного населения. Только по Пинскому району правоохранительными органами уже допрошено более 300 человек. Непосредственно люди, живущие в регионах, живые свидетели зверства могут указать на места возможных массовых убийств и проведение других карательных операций. В нашем зональном архиве в Пинском есть богатый архивный материал, где я сам в Санкт-Петербурге один раз пользуюсь, и сейчас мы пользуемся этим материалом. Я так понимаю, что в некотором степени эта работа, которая сегодня начинает, она будет переплетаться с той работой именно для выявления каких-то новых фактов и актуализации тех сведений, которые накоплены на нашем предшествии. Такая комиссия тоже состояла из работников прокуратуры, органов госбезопасности, милиции, сельсоветов. Факты, которые указаны в архивных материалах, уже нашли свое отражение в материалах уголовного дела. В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлен факт совершения карательным отрядом немецко-фашистских захватчиков убийства двух мирных жителей деревни Дубнович, Пинского района, а именно священнослужителя местной церкви, выложенного Михаила и его сына, выложенного Леонида. Информацию о данном факте представила жительница города Пинска, родившаяся и ранее проживавшаяся в своей семье в деревне Дубнович. О самом событии ей рассказали ее деды, мать, явившиеся очевидцами тех событий. Так, согласно показаниям свидетеля, весной 1943 года немецкими оккупационными войсками проводилась операция появления и уничтожения партизан. В то время действительно в близлежащих лесах действовал партизанский отряд. Периодически партизаны приходили в деревню для получения необходимой информации. При этом они общались со священнослужителем, использовали колокольную церкви для осмотра окрестностей. В итоге один из жителей деревни Осница, что находится недалеко от деревни Дубнович, под пытками рассказал немцев о связи дубновического батюшки с партизанами. В связи с чем отец Михаил и его сын в один из дней были арестованы. Далее они под вооруженным конвоем были пройдены через всю деревню. Местные жители не были вооружены, поэтому не смогли прийти на помощь арестованным. Соответственно, его ложные, являясь мирными жителями, не имели оружия и не оказывали никакого сопротивления. Тем не менее, их конвоировали на берег реки Бобрик, что на крайне деревни и около моста расстреляли. По сведениям местных жителей, после этого еще три дня запрещали хоронить тела. Следует отметить, что в годы Великой Отечественной войны деревня Дубновичи была сожжена немецко-фашистскими оккупантами. Часть жителей были подвергнуты насильственной депортации для выполнения принудительных работ. Некоторые были также, как отец и сын Воложен и расстреляны. В память о пострадавших в годы войны жителях в 2011 году в деревне Дубновичи установлен памятник. В ходе расследования уголовного дела правоохранительным органам удалось установить еще один факт о геноциде. В Пинской межрайонной прокуратуре была допрошена уроженка деревни Ермаки Пинского района, которая являлась очевидцем карательных операций, проводимых немецко-фашистскими захватчиками на территории Пинского района. Так, она, будучи еще ребенком, в июне 1943 года находилась на территории деревни Ермаки, когда ее задержали немецко-фашистские захватчики, которые осуществляли поиск лиц, оказывавших содействие партизанам в то время. Ее, а также ее мать и еще некоторых жителей деревни Ермаки отвезли в деревню Сошно Пинского района, где закрыли в погребе. После этого в данный погреб немецко-фашистские захватчики бросили гранату. В результате взрыва погибли все находящиеся там лица, в том числе ее мать, но этой женщине удалось тогда ребенку скрыться от фашистов. Когда она бежала, как она рассказывала по полю, слышала выстрелы в спину. Собранные в рамках уголовного дела материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру, где сделают соответствующие выводы. Работа по выявлению и фиксации фактов геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны будет продолжена. Как было отмечено, на заседании рабочей группы все собранные материалы также можно использовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения и молодежи региона. Продолжение следует...